Море, горы, памятники истории и природы Все это ждет гостей Крымского полуострова, где сегодня начался курортный сезон Для любителей острых ощущений покорение горных вершин на внедорожниках Они обязательно ехать в Египет Сфинкс есть и в Крыму на вершине Демирджи Вот мы его наблюдаем 40 минут вверх, через реки, овраги и под уклоном 45 градусов После такого обо всем забудешь А вас куда приехали, ребят? Забыли после этой высоты Крутые же кадры, да? И всем нравится Не будет этого в 2020 году А вот почему? А вот это мы хотим спросить сегодня у ребят Мы сегодня приехали именно за этим У ребят большая проблема 9 маршрутов министерство не согласовало Похоже, вопрос джиппинга в Алуште под большим вопросом Они пишут слово help Давайте разузнаем и посмотрим, почему же такое происходит Владимир, я приветствую вас Один из участников сегодняшнего мероприятия Неравнодушных к Крыму, к туризму Представителей бизнеса джип-туров Владимир Я хотел бы спросить у вас Сегодня здесь собралось немало людей Которые болеют за нашу республику Болеют за туризм Которые сегодня не могут осуществлять свою деятельность На территории Алушты И в городе Демирджи И ваших маршрутов Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Почему так происходит? Что решают ребята и какие ваши действия? Суть в том, что в 19-м году Последние были собрания у нас во столкоме То есть не было принято законодательство Ну, так, о джип-турах, о джиппинга Это был один из камней преткновения Для Министерства экологии Чтобы маршрут и можно было утвердить На собрании, которое проводилось в администрации Алушты Была выработана, можно сказать, такая линия То есть Министерство туризма утверждает законодательство Министерство экологии, соответственно, утверждает маршрут Для того, чтобы маршрут утвердить Была дополнительно методичка выработана То есть мы со своей стороны предоставили полностью информацию По маршрутам, которые у нас, ну, как мы видим По которым мы катались, как бы, уже очень давно И в прошлом государстве Которые интересны потребители, да? Да, которые, ну, пользуются спросом Понятно, что самый кассовый это был Это Версина Южной Демерджи Но он находится на территории ООПТ Так называемая особо охраняемая территория А там требования, то есть если не прописан официальный маршрут Ну, конечно, транспортировать туда нельзя В обычный лес, где, который не входит в заказник На машине проезжать можно Но если действует особый противопожарный период Это вот тоже проблема крымского региона То нельзя заезжать на машину А он может быть, а может не быть На сегодня этот режим включили аж в апреле месяц И какая ситуация случилась? Министерство туризма утвердило маршрут То есть законодательство приняло летом прошлого года Мы подали всю информацию Они, соответственно, подготовили паспорта маршрутов Которые необходимы для этого И отправили на согласование Минэкологии Спустя время, то есть я получил ответ Когда он на запрос, что же происходит Пришел ответ, что в Министерство экологии Все те маршруты, которые мы подали в Министерство туризма Они просто не утвердили В нашем разделе активного отдыха На нашем портале мы собрали почти 300 карточек активного отдыха И, к сожалению, ребята звонят и говорят Удаляете нашу карточку джипинга в Алуште? Больше нет А почему его нет? А потому что они не могут найти общий язык С нашим правительством, с нашими властями 9 маршрутов отказали ребятам, не утвердили В итоге в Алуште не осталось ни одного маршрута Где можно официально подняться в горы А ведь это круто, а ведь это турпоток А ведь это сумасшедший адреналин Надеемся, что дальше ребята расскажут нам больше информации Почему же так происходит Почему их не поддерживают Будем надеяться, что и наша история сегодня закончится хорошо Свидеть с нами, будет интересно Максим, приветствую вас Очень приятно Максим, сегодня поехали к вам, чтобы осветить проблему Проблему турпотока в республике Почему не поддерживает нас государство Почему оно не делает так, чтобы сюда туристов ехало больше Почему, собственно, вам запрещают катать в горы На сегодняшний день На сегодняшний день По имеющимся у нас данных Было разработано 14 маршрутов Новых 14 маршрутов По Алуштинскому региону Это была инициатива Министерства курортов и туризма Которая, разработав эти маршруты Передает их на согласование В Минэкологии Где все эти 14 маршрутов Были забракованы По разным причинам Каких либо якобы проведенных Научных изысканий О невозможности проведения таких маршрутов На территории экологической среды Что для нас очень удивительно Каким образом мы вообще будем собираемся Дальше развивать Крым как туристический регион Неужели мы Это будем делать только в рамках Какого-нибудь Скажем так Санаторно-курортного сектора Ведь другие сектора Экономики и туризма Будут от этого очень сильно страдать То есть очень важная задача сейчас Чтобы произошел Какой-то прорыв И Министерство экологии Пошло на диалог С тем же Минтуризмом С нами прежде всего Да, с нами это кем? Это людьми Предпринимателями Которые честно Выполняют свою работу Работают уже в рамках Совершенно нового закона О перевозках Который был принят в силу Совсем недавно Мы готовы Делать соответствующие документы На свои транспортные средства Мы готовы обучать своих водителей Чтобы они становились гидами Водителями, экскурсоводами Дайте, пожалуйста, нам работы Дайте нам место Дайте нам маршруты Куда нам возить людей Потому что специфика нашего вида Туризма заключается в том Что это внедорожный туризм Мы возим людей Именно по таким местам Где не проедет обычный транспорт С нами еще один представитель Джип-тура в Вавуште Виктор, приветствую вас Скажите, чем занимаетесь Что сегодня привело вас сюда Ну, во-первых Слово помощи Привело это во-первых И, ну, естественно Вот можем наблюдать Красивые полноприводные автомобили Которые помогают нам Во всей красе увидеть горный Крым Они возят куда? Ну, на данный момент Мы с вами находимся У подножия горы Демиджи Ну, есть вариант подняться наверх На машине? К сожалению, на данный момент На машине получится Если вам хотя бы до 40 лет И вы полны здоровьем То есть существует тропа По которой мы спешим ходом В течение двух часов Можем оказаться наверху Ага, то есть раньше Мы могли тогда сесть на вашу машину На полном приводе И вот прям на сове Естественно, мы могли раньше Сесть на автомобиль Прокатиться у подножия Вот как проезжают наши автомобили Пройти экскурсию у подножия И потом покорить вершину Демиджи Высотой 1239 метров Над уровнем моря Откуда открывается Наше красивейшее побережье Южное От горы Медведь До мыса Меганома До Судака То есть горный Крым Могут увидеть не только молодые Но еще в возрасте люди Которые могут быть С ограниченными передвижениями Да, может быть С травмами на ногах И не имеют возможности Пешим туда подняться То есть вы эту проблему решили С помощью полного привода И так сказать Да, пол За счет наших автомобилей Как говорится Стальных коней Но не все так просто оказалось Да, поэтому мы здесь собрались Обратиться вам с помощью Может как-то Помочь нам в этом Сделать официальные маршруты Покорить горный Крым Потому что, ну как известно Крым славится Не только морским воздухом И самим морем И то, что находится у моря Всякими развлекательными Центрами, кафе Вот Хотим донести до наших Высших людей И туристов То, что Крым славится еще Горами Очень красивыми Высокими Пейзажными видами Ну и также Очень красивым Буковым лесом Будем надеяться Что наши уважаемые Руководители Они останутся Не безразличными К тому, что делают Эти ребята Они будут не безразличными К нашей с вами республики Мы здесь живем И мы должны использовать Весь наш Фонд Назовем его так Горный И морской И зимний И мы должны максимально 365 дней в году Тащить сюда Туристов А если здесь не будет Ни джипинга Ни квадроциклов Ни путешествий Ни парапланов То, что здесь сделать Людям Там до 40 лет Сюда получается Только вот к морю На кресло качалку И больше тебя в Крыму Ничего не ждет Я думаю Так сезона не будет Совсем Ну да И так же хочется Как обычно В Крым Максимум Как-то заманить Молодежь Потому что Последние годы В Крым посещают Уже Либо Семьи возрасте Либо просто По отдельности Люди возрасте Потому что Крым уже Более стал таким Вот немножечко Может как-то Ну Скучноватым Или вот такой Вот как для Бальзаковского возраста И вот За счет вот джипинга Не хватает Тут немножечко драйва Мне кажется Таким образом Мы как-то можем Заманить Заманить сюда Молодежь Что это будет Необычный Скучный Отдых У моря Там Под солнцем Париться на лежаке И потом вечером Просто поесть Чебурека в кафе А это будет Именно Активный Позитивный Ну и немножечко С упоминанием Истории И отдых Виктор Я надеюсь Вас поддержит Дорогие наши друзья Поддержите Этих ребят Поддержите нас Поддержите Туризм Нашей республики Давайте поставим Лайк И напишем Что-нибудь В комментарии Министры Услышьте нас Помогите нам Ведь мы Боемся За тот поток В нашу республику С вами информационный Портал Крумонлайн Дальше Будет больше Ну а что Мы надеемся Что министерство Примет какое-то решение Предприниматели Не останутся без работы В этот сезон Ведь его осталось Всего два месяца Это июля Август Ну может быть Немножко сентября Семьи будут голодные Если они не заработают Летом Мы надеемся У ребят Все получится По крайней мере Мы поможем И привожим К этому максимум усилий Следи за нами Дорогой друг С тобой информационный Портал Крумонлайн